Я хотела поговорить о духовности и о недуховности. Вы понимаете, что духовность человек представляет посредством мышления? Он не знает, на самом деле, что такое духовность. Потому что духовность – это то, что чувствуется и ощущается, а не то, что человек надумывает себе как образ. Ян, это о том, о чем ты мне недавно говорила, о том, что человек умудряется делить на обычную жизнь, на духовную жизнь. Притом духовную жизнь, не духовную, а какую-то иллюзорную духовную. А то, к чему ты приводишь человека, это обычная жизнь оказывается внутри вот этого пути к себе настоящему. И это все духовное. Знаешь, мне все равно кажется, что для слушателей нужно объяснить, в чем кардинальное отличие данного проекта и вообще данного видео. А кардинальное отличие заключается в следующем. И человек должен в это вникнуть. Все, что человек знает, он знает как следствие взаимодействия со своим мышлением. А если точнее сказать, то мышление обволакивает человека, контролирует его. И уже какие-то выводы, какие-то точки зрения, которые существуют у человека, это как следствие кабалы мышления. А, естественно, мышление в общей массе своей контролируется менталом. Так вот, духовная и недуховная жизнь человек как может судить? Он, естественно, судит посредством мышления. Понимаете? Да, измышления. Размышляя о том, а вот, вот это духовное. А кто отслеживает динамику и структурность самого мышления? Кому подчиняется мышление? А человек об этом как бы и в общем-то и не думает? Естественно. Нет, он может думать, но он не знает этого. Он может думать о том, что вот так вот выглядит. Ну, например, вставать по утрам, молиться солнцу – это правильно, это духовно. Ну, допустим, я не знаю, там, ставить свечки, разбрызгивать воду, благовоние включать, закрывать глаза, говорить «Он», да, складывать ручки в намасты. Он может считать, что это имеет отношение к духовности. Но откуда он взял эту информацию? Делал ли бы он это, если бы жил один в лесу всю жизнь? Нет, книжек-то нет. Та-дам, почтальон ничего не принёс, всё. Да, интернета нет. Нет, мы берём самый такой исключительный вариант. Для чего исключительный вариант? Не для того, чтобы кто-то сказал «Ой, ну вы загнули, ну подумаешь, а вот интернет есть, зачем мы должны представлять, что его нет?» Потому что путём какого-то примера нужно человека подвести к тому, где, в какой момент мышление стало доминировать над человеком. То есть не мышление подчиняется человеку, а человек ему, да? И как часто я говорю, не человек думает мысль, как он ошибочно полагает, а мысль думает его. Всё подумала, вот тебе на, вот тебе человек, да? Да. А смотри, какая интересная получается такая выстроенная. Человек живёт в деревне, да, ты говорила, там где-то в лесу, да? То есть, а потом, собственно говоря, у него происходит духовный рост, а потом он переселяется вот в этом росте, вот в деревне, называется Бали. Но это тоже деревня. И тоже такой же, там такая же духовность, там тоже, там просто интернета больше, книжек больше, и мозг по площадь больше, и ты используешь внешние данные, да, как, в общем-то, ты вот и всех ребят ведёшь, что не опираться на внешние источники, а опираться на себя. А человек, вот как в этот этап, переходит туда дальше для того, чтобы опереться ещё на кого-то, ещё на каких-то гуру, ещё дальше, ещё выше. Ну, если внимательно посмотреть, ментал, он прогрессирует тоже, он не стоит на месте, да, он, в нём тоже есть своего рода такой технический прогресс. И как это выражается? Естественно, сама иллюзия, которая и создаётся мышлением, да, создаётся менталом, она должна прогрессировать, да, она должна видоизменяться, она должна совершенствоваться, ну, скажем даже так, в кавычках, но должна. И человек, естественно, этого не замечает, потому что если бы не было динамики в ментале, то человек бы сразу распознал, что здесь что-то не то, а иллюзия маскируется, иллюзия шифруется. Да, ну, что выходит-то? Выходит, что человек не видит динамики погружения в иллюзию. То, что была иллюзия такая низенькая, потом она выше, для него это такой нормальная тема, что я расту, а он не видит, что с ним вытворяет ментал. Хоп-хоп-хоп, и он уже покруче в иллюзии. И типа, и есть какое-то такое внутреннее наполнение, севдонаполнение, что я нахожусь в каком-то росте, куда-то двигаюсь, что-то происходит, жизнь течёт, там, бла-бла-бла, как интересно. Ну вот знаешь, вот эта иллюзия, когда разыгрывают такие сценки, ну вот, например, когда ты буквально едешь в поезде, да, в вагоне, и смотришь в окно, и деревья, да, как будто двигаются. А можно стоять на месте, и кто-то носит эти деревья, и у тебя ощущение тоже движения. Вот это как раз второе. Это помнишь, это же был рассказ этот, да, и опять взглянул в окошко. Да, да. Вот такая же тема, да. Ну, на самом деле же так оно и есть, человек приезжает. Вот он, например, человек сидит дома в городе Смоленске, смотрит из окна. Зима, лысые деревья, снег, люди ходят там, матерятся, машину там очищают. Он такой, всё, хочу. Приезжает в Египет, смотрит из окна. Те же лысые деревья, ну, пальмы, они лысые деревья. Те же, как бы, египтяне так же матерятся там, кто-то гоняет машину. В принципе, ничего не поменялось. Он привёз себя, как ты об этом постоянно говоришь. Человек везде возит самого себя. И везде ему не так. Везде он пытается что-то такое. А он думает, о, сейчас наступит тот момент, хороший такой момент. Сейчас вот это. Ну, это было, кстати, в подкастах, ты об этом говорила, про воодушевление. Ну, смотри, ключ как раз вот в том, что ты сказал, и вообще в чём суть проекта, в том, что изменения, трансформация, вскрытие, освобождение, прозрение, просветление возможно только сущностно, но никогда ментально. То есть то, что человек надумывает себе, то, что человек копилочку складывает, какие-то цитаты, какие-то там книги, какие-то семинары, тренинги, неважно, никак не влияет. То есть, опять, мой любимый пример. Ну, по факту мы с тобой сейчас сидим и читаем много-много всяких самоучителей, инструкций, даже можем ролики посмотреть о том, как водить самолёт. Что толку? Или как танцевать танго? Что толку? Если ты не встал, не начал действовать, не пришло в движение динамика тела, ничего не поменяется. Но человек наивно полагает, что если он купил билет на Бали, неважно, куда там, в Тибет, в Перу, куда угодно, в Мексику, он приехал, он нашёл этого шамана бедного, бегал-бегал за ним где-то по пещерам и поймал. Потому что такие миллионы, они за ним бегают. А шаманы тоже смекнули, что лучше всего продавать воздух. Как мы с тобой говорили, есть воздух Нью-Йорка, есть воздух Петербурга, а это вот воздух духовности. Знаешь, вот у меня пример есть, я учил пироте по книжке и такой стоял там у зеркала. Я, я! Ну что, вышел в ту двор и получил люлей. Вот всё кияр. Да, да. На первой встрече. Да, ну пример, на самом деле, ты когда говоришь про персонаж и сцену, я сразу как бы, почему-то вот у меня увиделся такой пример, что играет какая-то группа на сцене, и ты к ним подходишь, из толпы прям выходишь, и встаёшь к барабанщику и пытаешься услышать всех остальных и барабанщика. У тебя не получается. Ты идёшь к гитаристу, пытаешься услышать гитариста, но он рядом, ты не можешь его услышать. Ты услышишь всех остальных, но не его. И только когда ты уйдёшь в зал и посмотришь издалека, ты услышишь всю картину, вот эту какофонию звуков, а по отдельности каждому терпясь ничего не услышишь. Понимаешь, ментал и сама ментальная иллюзия зациклена на том, чтобы держать человека в дискретности. Он действительно курсирует от одной мысли к другой, от одного образа к другому, от одного захвата идей к другому. Сейчас опять переведу пресловутый фильм «Инсепшн» или «По-другому начало», как он шёл в прокате в российском с Декаприо, где он говорил, самый страшный вирус – это идея. Опять, это не потому, что я каким-то образом соотношусь с тем, что сейчас мы говорим с фильмом. Я лишь говорю о том, что это действительно недалеко ушло от действительности. Я бы сказала, что всё ментальное, оно вирусное. Потому что человек настолько привыкает вариться в ментале, вариться в мышлении, доверять своим мыслям, доверять своим выводам, что он не замечает, а как вообще всё это функционирует. И получается, человек, изначально ведомый иллюзорным инструментарием, иллюзорной алгоритмикой, пытается прийти к существенным достижениям и результатам. Да. Ты мне говорил, Рома, отодвигаемся, а смотрим на себя со стороны, потому что наблюдение со стороны, оно находится за пределами чистоты самого персонажа, за которым наблюдают. То есть это выход именно уже в сущностное, из личностного. И я не знаю, как это можно сделать без проводника, а проводников кроме тебя я не знаю никого. Почему я говорю о том, что действительно важна проводниковость? Потому что проводник – это тот идёт с тем, рядом, кто на самом деле идёт, кто не сидит и не думает о движении или не предполагает, что он идёт. Само физическое перемещение по данной реальности, оно не в счёт. Потому что путь прокладывается внутри, он никогда не прокладывается снаружи. И в этом ключ. Обычно его никто не знает. То есть человек считает, что если он посетил какой-то классный ретрит, классный сатсанг, неважно, испробовал Айваски, испробовал ещё чего-то там, ЛСД, ДМТ и так далее и тому подобное, мухоморы, то он куда-то чего-то приблизился. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Потому что все эти вспомогательные какие-то средства заточены именно на ментал и на ментальную иллюзию. И иллюзия делает всё, чтобы тебя не выпустить из зоны своего влияния, из зоны своей кабалы. И человек, и человек, естественно, ни сном, ни духом, он действительно считает, что он куда-то двигается, но он по факту в колесе. Он в ментальной петле и никакого выхода там нет. Я знаю, что хочу сказать, наверное, нашим слушателям, потому что, скорее всего, да, вот именно с этого мы и начнём, что давайте посмотрим. Человек всю свою жизнь к определённому моменту, когда он начал что-то запрашивать, но по-настоящему начал как-то оглядываться, что такое в этой жизни, а это уже вследствие каких-то мощных разочарований, да, каких-то неудач, каких-то потерь, да, какой-то драмы. Потому что до этого человек вообще ни о чём не думает, как кроме только бег, 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 достичь, достичь. То есть вот он играет в этого достигателя и не понимает ещё пока зачем и какую цену он заплатит в конце. Но это отдельный вопрос. Итак, всё, что человек накапливал все годы, да, он накапливал посредством погружения в ментал, погружения в своё мышление. И так формировался он как некий образ. Ну, понимаешь, да? Как некий образ. О себе. Да-да-да, он как бы, как сказать, он себя собирал. Вот из всего, что он, как колобка, собрали бабка с деткой, так и, собственно говоря. Да, вот с усидком, точно. И смотри, и потом этот образ, находясь как бы внутри вот этой всей образности, пытается освободиться. И причём он пытается освободиться путём другого образа или другой идеи. Но это всё ментальные структуры. Это как, ну, например, возьмём утопический такой пример. Я обмазываюсь маслом и говорю, дайте мне ещё масло, чтобы перекратить чувствовать себя в масле. Я хочу избавиться от этого жира. Дайте мне больше масла. Ну, это же утопия. То есть ты не можешь добавлять ту же самую субстанцию, которая создаёт иллюзию. А ведь ментал даёт. Да. Маслица, да. Это как в комнате стоит дверь посередине, которая просто можно с одной стороны обойти, с другой стороны, но это дверь выхода в как бы другое, можно сказать, измерение. Нет, это та же самая дверь. Ты зайдёшь в ту же самую комнату, выйдешь и зайдёшь. Но человек упорно верит, что это возможно. Что возможно, что за пределом ментала воспользовались дверью, которая стоит посередине этого ментала. Она никуда не идёт, кроме как сам ментал. А как ты говоришь, что дверь – это есть сам человек. Да, он либо создаёт этот выход, и эта дверь, и это вознесение, либо не создаёт. Ты знаешь, вот давай посмотрим. Вчера мне попался такой ролик американский, я не знаю, это какое-то ток-шоу или что-то в этом роде, и где один достаточно известный актёр, но не помню его имени, не буду даже врать, говорит такую вещь. Мне предложили сценарий фильма, где картель в сговоре с государством, то есть наркоманчат, то есть вот всё, что отвечает за наркоманию, за наркотик, в сговоре с государством о том, чтобы подсадить людей на наркотик, создаёт угрозу, и тем самым создаёт ещё условие, чтобы он не выходил из дома, а потом ему, как говорится, втюхивает вот этот наркотик. Ничего не напоминает никакую недавнюю ситуацию. Ну, ковид, похоже, реклама ковид. Да, вот он и говорит, что специально был вброс вот такой идеи, специально создался информационным полем ажиотаж, специально создалось то, что угроза заражений и так далее, и человеку под этим делом заставили подсесть на определённые какие-то наркотики. Ну, то есть, по крайней мере, так говорил он. Для чего этот пример? Не потому, что сейчас я буду разбирать, кто здесь прав, кто виноват, это, возможно, в каких-то других наших роликах, да, будет. Я хочу сказать, это как раз точно отражает принцип ментальной иллюзии. То есть, сначала затащить человека во всё это, а потом уже вкидывать любые, любые допинги, да, любые, так скажем, зависимости, потому что человек это кушает на ура, он не рассмотрел в самом ментале, в самой обусловленности, мышлением никакой угрозы. Величайший враг прячется там, где ты меньше всего его будешь искать, и он его не ищет. Он внутри мышления, которое контролируется ментальной иллюзией, то есть матрицей ментальной, и он посредством этого мышления, которое контролируется не им, а которое, наоборот, его контролирует, пытается освободиться или пытается стать духовным. Молодец. Да? Останет ли он? Знаешь, а тут, наверное, все растет, растут ноги из-за того, что человек, ну, почему эта иллюзия создается, потому что человек верит, что существуют другие. И это другие какие-то навязывают, другие какие-то ковид принесли, другие какие-то вирусы там, но это не он, все и не он, все, он вообще тут ни при чем, он жертв, вообще, всемирная. Ты знаешь, да, ты трогаешь сейчас очень глубинную тему, очень серьезную, и, конечно, мы будем с этим, наверное, больше и больше разбираться. Что я хочу сказать? Человек настолько привык находиться в мышлении, находиться в мыслях, находиться в образах, для него это состояние как отче наш, то есть, грубо говоря, оно очень естественное, очень привычное, и оно на автоматизме. И получается, когда человек, он ведь не замечает момента уплотнения, то есть набора критической массы, да, когда его мысли, его знания в определенном векторе, да, в определенном направлении, в определенной плотности, частотности усугубляется, уплотняется, то, естественно, появляется и точка зрения, да, и появляется некая проявленность вовне. И человек всегда как пассажир во всем этом, он не локомотив, он вообще не может быть локомотивом до тех пор, пока он не уловил, как устроена реальность, не уловил, как устроен он сам. Кому подчиняется его мышление? Может ли он с этими мыслями что-то делать? Может ли он им сказать? Нет. Единственное, что информационное поле допускает, и это тоже ловушка, попытка навязать человеку необходимость останавливать мысль, останавливать внутренний диалог, да, убить ум, а еще лучше обезличить личность. У тебя есть подкаст, да, где Google и Siri разбирают эту тему, при этом, заметь, человек так упорно думает, что он, что он все-таки победил мир, победил ментал, он считает, что он, погладив болото, скользит на лобутенах. То есть, все хорошо, а на самом деле чуть только стоит остановиться ему, он начнет тонуть в самом себе, а он с этим никогда не сталкивался, и наступает адский страх. Человек действительно бежит от себя, он на самом деле чувствует дискомфорт, да, я пока даже не буду сейчас, наверное, говорить, где именно он чувствует, но он его чувствует в определенной зоне тела, и он убегает, он убегает в любые вовлечения, да, вовлечения в дела, в бизнес, в отношения, в хобби, в путешествия, во все, что угодно, но только для чего, чтобы не быть сам, на самом, с собой, чтобы не встретиться. Да. Это же так страшно вообще, да, вот представляешь, ты даешь вот задания, они в подкастах, кстати, звучат, эти задания, о том, чтобы человек начал говорить вслух, и люди пугаются, и я пугался, фига себе, это кто такой говорит-то? Ну, если сказать сейчас пока кратко, анонсом, что же это все-таки такое за проект, и о чем вообще идет речь, речь идет о том, чтобы чем-либо управлять, и собой в первую очередь, надо разобраться, а как весь этот механизм функционирует, как все это устроено, кому все это подчиняется, и где внутри себя присутствую я, и присутствую ли я, или я полностью поглощен своим образом, и потому представляю из себя персонаж. Персонаж не может менять пьесу, он не может уходить со сцены, он не может вообще как бы что-либо добавлять, убавлять, как каким-либо образом ее трансформировать, но наблюдая, причем находясь в наблюдении со стороны за персонажем, а об этом как раз очень много говорится в проекте, человек запускает процесс разотождествления, и именно этот процесс он является сущностным. Что значит сущностным? Ну вот давай немножко отвлечемся. Десять женщин перед тобой встали и сказали я тебя люблю, ментальные слова, ментальные слова. Ты поверишь каждому люблю или ты будешь опираться на что-то другое? Мне приятно, честно признаюсь, 10, почему не 12, и все такие люблю, но нет. Ты знаешь, я буду опираться на что-то такое внутреннее, на некий такой резонанс. И это звучит по-настоящему, не то чтобы звучит, я же человек, он услышит между строк, он услышит на некой чистоте, который как бы... Можно даже допустить, что ты их знаешь, допустим, есть какие-то, пускай не 10, пускай это будет меньше, но те люди, с которыми так или иначе у тебя идет какое-то взаимодействие. да, да, я услышу именно резонанс на человека, на конкретном. Да, ты будешь чувствовать это, а не думать об этом, потому что слово люблю, как обычно преподносит ментал, можно убить словом, да не, убивает не слово, а то чувство, которое ты предаешь, да, тому, что это с тобой делает, а на самом деле человек даже не осознает до конца этой алгоритмики, он просто уже в хвосте, он вследствие этого реагирования, а на самом деле это мышление оборачивает человека, это его персонажность закручивает так, что человек всегда остается жертвой, даже если он где-то выигрывает или где-то проигрывает, но он остается жертвой, о образе жертвы мы будем говорить очень много, но я хочу сказать, что важный алгоритм, важный ключ, который сейчас мы с тобой затронули, это именно чувствование, да, это ощущение темы, да, а не ментальные выводы, а вся алгоритмика ментала, она ведет именно мысли, именно в представлении, в визуализации, в воображении, и человек обкрадывает себя, я поясню, почему обкрадывает, а как ты думаешь, почему? Почему, пока он верит, что происходит, пока он верит, что да-да-да, я еще повел зритель. он как бы энергию самого себя, да, ты это называешь светимостью, чтобы наш слушатель и зритель это понимал, он вкладывает вот в это вот, не в себя, а вот в эту иллюзорность, и он считает, что это да-да, и вот он накачивает не себя самого, а накачивает вот эту штуку. Абсолютно верно. И дальше идет очень интересный алгоритм, который присутствует, и он, в принципе, применим. Не сотвори себе кумира. Человек буквально понимает, то есть из какой-то тети или из какого-то дяди делать кумира. Нет, разговор идет о том, что человек сотворил кумира из идеи, из своей обусловленности ментала, из-за невозможности не думать, из-за невозможности не поглощаться, да, вот и мышлением, и образами. И ведь поэтому человек, он в кабале, он как в темнице, он в ментальной тюрьме. Тюрьма никогда не сообщит человеку план побега и тем более не даст ему ключи и говорит, на-на, пожалуйста, разбегай. Нет, что будет делать тюрьма? Она будет снова и снова навязывать и закабалять, чтобы человек никогда не дернулся вот с этой позиции жертв, чтобы он всегда в ней оставался. Ты затронул как-то вот сегодня в разговоре тему множества, это тоже очень-очень мощный фактор того, что, ну, например, любит разбирать Адвайта, но Адвайта все равно идет от не двух пытается прийти к одному, а никаких двух нет. Надо разобраться, как этот алгоритм работает именно в данной реальности. То есть, конечно, если буквально спросить, есть ли люди с такими-такими именами, фамилиями, параметрами, да, есть, они есть в данной реальности, но смотря с какой координат и с какого измерения ты с этим взаимодействуешь, потому что, скажем так, есть позиция автора, а есть позиция персонажа. И это не одно и то же, но это все находится в одном человеке. Я думаю, что на сегодня мы не будем это трогать, но в следующие разы мы обязательно вскроем. субтитры субтитры